видео журнал горячий мастер представляет какая кровля вам нужна по дому или по душе уважаемые зрители если кто-то первый раз зашел на странице нашего видео журнала горячий мастер то вы должны знать что это очень серьезное видео издание журнала на котором вы можете найти более 500 выпусков полезных уроков по строительству обустройству дома усадьбы бани погребов и в целом по устройству дома вы должны понимать что работает большой коллектив для того чтобы вы смогли понять как же на самом деле построить свой дом правильно и у нас уже есть давно награда серебряная кнопка youtube и которая вручается тем у кого больше 100 тысяч подписчиков мы конечно ждем когда мы обнимем нашего миллиона подписчика но тем не менее если вы зажжены странице нашего журнала то посмотрите именно те видео какие вам интересны все видео взаимосвязаны единой логической цепочкой если что-то говорится про фундамент значит про фундамент есть много видео и что если что-то говорится про крышу мансарду крыльцо про баню про печи если об этом открыта тема значит вы сможете найти на эти темы много видео в которых рассказывается не только как нельзя делать но и подробно как именно нужно делать как избежать грубых ошибок в каждом направлении строительства то именно того чего вы хотите мы очень трепетно относимся запросам наших зрителей и поэтому если вы задаете правильный вопрос комментариях мы обязательно на него отвечаем а если можем мы даже создаем тему нового видео которым мы потом рассказываем то о чем именно спрашивал нас наш уважаемый зритель как вы думаете когда люди начинают задумываться чем они будут крыть свой дом конечно же после того когда будет готов каркас кровли именно то что построили из дерева на коробке вашего дома неважно из чего ваш дом из настоящих материалов или из альтернатив но когда люди построят вот этот вот каркас крыши они начинают задумываться какой же материал купить как бы это не выглядело странно но даже те люди которые называются архитекторы с большой буквы хер они также не задумываются и не говорят людям о том в чем же зависимость того дома и тех материалов которые есть на рынке на самом деле человек сразу бодро бежит в магазин и выбирает сначала то что подороже неважно рассчитана ли вообще обрешетка и каркас крыши на что-то тяжелое и монументальное рынок очень широк и богат и предлагает самые дорогие вещи как в легком так и в тяжелом исполнении даже простейшая металлочерепица может приехать к вам из европы как на данном образце но люди пойдут в магазин и начнут смотреть действительно то что по карману что подешевле то что они потянут я даже в виде шутки приготовил вам вот такую вот настроечную таблицу по которой вы можете посмотреть какой же цвет на вашей крыше вам больше глянется есть такая крыша на белом свете перед которой можно стоять и решать какой цвет будет смотреться а какой не будет смотреться на вашем доме будь он похож на сарай или дворец но в то же время никто не скажет что сам цвет не играет никакой роли на крыше которая работает именно на вашем доме как сказал мне один очень опытный продавец очень редкий опытный продавец который продает крышу кровлю он мне сказал что я давайте вам поверну вашу голову вот вы видите вашу кровлю вот в таком положении в таком положении этой кровли нужно как можно меньше для вашего дома но когда я повернул вашу голову до той нормы какая должна быть на вашей крыше вот он поворачивает мою голову вот угол у вашей крыши вид может быть никак не меньше чем вот такой уклон а вы рассматриваете вашу крышу с меньшим уклоном исходя из того сколько же этот материал стоит по своей квадратуре потому что действительно чем дороже материал тем больше вы денег должны отдать за вашу кровлю если она имеет более крутые скаты конечно плоская кровля плоская крыша она требует как можно меньше материалов но тут вы столкнетесь с другими проблемами самое главное это те условия при которых стекает вода с вашей крыши и чем лучше скат с вашей крыши тем вода быстрее убежит с вашей крыши нисколько не затрудняя вас тем что под даже вот эти вот черепички это черепица настоящая каждая черепица одна с другой не связаны вода не будет затекать а если уклона не будет то все будет затекать именно к вам под крышу и это как говорится даже к бабке не ходи бывает люди комбинируют разные разную крутизну скатов на своем доме не понимая что для каждой крутизны ската имеется совершенно другой вид кровельного материала что один вид черепицы не подходит и для среднего ската и для крутого и для крыши с малым уклоном есть такие правила есть такие законы и перехитрить эти законы вы не сможете многие говорят почему бы нам не построить односкатную крышу очень много зрителей спрашивает об этом но посмотрите какая крыша односкатная на что она похожа и главное условия при которых можно крыть эту крышу отличаются от условий при которых можно покрыть почти плоскую крышу в чем дело вы скажете да опять же в тех условиях при которых вода покидает вашу крышу при сильном ливне или при таянии снега при очаговом таянии снега с той стороны где крыша нагрелась сильнее и это самое главное условие крыша неправильно построенная чаще начинает течь не летом а зимой вот перед вами ярко яркий пример крыши которую уложили просто поверх плоской крыши которая была покрыта мягкой кровлей но чтобы как-то облагородить эту крышу взяли и покрыли ее металлочерепицей но как вы видите видно проблемы имеются что по этой крыше ходил человек и эту крышу так сказать клепал молотком пытался загибать какие-то там волны что-то куда-то прижимать чтобы крыша более-менее выполняла те функции для которых она предназначена но волшебства не случилось плоская крыша так и осталась плоской даже пытаясь подбить под нее какие-то гидроизолирующие материалы существует очень много таблиц которые вы можете найти в старых и современных учебниках и журналах которых рассказывают какая крутизна крыши должна быть минимальной для разных видов строительных материалов для разных видов кровли люди опять скажут какой же он ну на этот мастер он нам рассказывает какую-то гадость при этом не танцует и не смеется но смеха тут никакого нет смех будет когда ваши сырые планы и подсчеты начнут течь вам на голову и то за что вы заплатили деньги будет гнить и плесневеть у вас над головой тогда вы вспомните какой мастер нудный и что он вам говорил какие-то слова между прочим даром а вы это не поняли когда на вашу крышу обрушивается мощнейший ливень а мощный ливень он может быть и несколько раз за лето а иногда может быть и каждый день если наступит такое время ваша крыша должна очень грамотно отвести всю воду от вашего дома неважно куда она пойдет в желоба или мимо но главное чтобы ни капли не проникла под эту крышу и если вы так и не поймете какой же вид кровли применить на вашем доме то это самая главная ошибка опять же я обращаюсь к тем людям которые проектируют дома людям которые себя называют архитекторами и которых некоторых из них я называю архитекторами с большой буквы хер уважаемые специалисты если вы проектируете человеку дом то вы изначально должны решить какая же кровля будет на этом доме чтобы подогнать ваш дом под эту кровлю и не смешите как говорится людей и не надо придумывать ничего нового нет общих видов кровли для любого уклона крыши когда крыша на которой совершенно нет уклона покрыта каким-то может быть даже и современным материалом и кажется что это будет работать да как бы не так хотя бы в середине зимы она покажет вам свою козью морду белой такой козочки если ваша крыша не имеет никакого уклона если она почти плоская и и нужно покрыть мягким материалом рулонным существуют такие материалы которые просто наливает поверх мягкой кровли вы можете найти это на свой вкус и цвет а главное цену и тогда вы получите такую кровлю но нет гарантии что эта кровля не вспучиться и не начнет пропускать воду через год или два многие крыши плоские грешат тем что они текут гораздо чаще чем все прочие кровли так как нет никакой гарантии что вода не проникнет какие-то там пустоты поэтому если вы строите дом то вы должны понимать что уклон на вашем доме должен быть стандартный не надо придумывать ничего нового если у вас крыша односкатная то опять же она должна иметь нормальный уклон тот уклон который существует по норме к тому тому материалу который вы хотите купить но я сейчас вам расскажу про снег вот данная таблица показывает на каком уклоне снег задерживается а на каком уклоне снег не задерживается уклон крыши вы конечно понимаете разговор идет об этом но снег может покинуть какой-то один участок крыши и остаться сконцентрироваться на другом участке крыши и вот именно вот эта комбинация где снег с одного участка крыши съезжает на другой участок крыши особенно зимой это как раз и дарит проблемы вот данном случае вы видите реконструкция участка крыши где обычно нормальная кровля перешла почти плоскую крышу и это место реконструируется люди ищут проблемы почему же в этом месте может начать течь все вот эти вот изломы крыши они приводят так или иначе к проблемам если это склон особенно скат крыши более-менее обращен на солнце вот вам пожалуйста пример на схеме крыша дома и крыша пристроя крыша дома имеет но более-менее нормальный уклон к тому материалу который там уложен а крыша пристроя просто была подогнана к тому что есть в данном случае вы видите что выпал снег который естественно съехал и оказался на крыше пристроя и такая история повторяется раз за разом в течение зимы много раз опять выпал новый снег и опять этот новый снег съехал на эту крышу пристроя там же он спрессовывается там же он немножко подтаивает увлажняется смерзается образует некий айсберг опять новая порция снега на вашей крыше но уже вторая половина зимы уже конец февраля начинает припекать солнышко и снег на вашей крыше на крыше вашей которая над основным домом начинает снег таять так как ваш дом тоже выдает достаточное количество тепла под эту кровлю люди не задумываются о вентиляции под кровельного пространства в общем снег на крыше тает любом случае и вода вот вы видите стрелочки вода стекает по этому скату крыши как раз в сторону того айсберга который сформировался в том месте где снег съезжал и в теле этого айсберга образуется такая губка то есть снег напитывается настоящей живой водой просто это настоящая губка которая уложена на вашей крыше естественно вы понимаете что никакие скаты кровли в этом случае уже не работают и вода может просто действительно настоящим водопадом настоящими струями поступать в ваш дом ваш утеплитель на крыше и на таркасе если ваш дом построен нетрадиционными материалами поэтому вот в данном случае если большие объемы воды зайдут вашу стену то это будет очень большие проблемы по плесневению стен но также когда вы в магазине обращали внимание что существует разная высота профиля вы не понимали для чего это сделано возможно для того чтобы содрать человека побольше денег так вот чем выше высота профиля тем меньше вот эта проблема тем труднее воде перешагнуть через вот эти вот борта вот этих вот желобов чтобы протечь именно ваш дом но это сделано в том случае что если правильно забиты заклепаны с одной стороны желоба чтобы вода не потекла в обратную сторону в общем чем ниже профиль вашего профнастила тем больше вероятность что вода попадет ваш дом вот в это вот узкое место как говорится сложное место где снег концентрируется и потом вода просто действительно лезет в ваш дом наверное достаточно вам примеров из дорогого и из дешевого материала что в данном случае когда вы начинаете думать о пристрое о том чтобы пристроить вашу ваш как-то дом какими-то дополнительными метрами в данном случае мы уже переместились от постройки новых дома пристроем и кровли на пристроях видите некоторые люди просто элементарно моделируют сделали столбики поставили вот это будет крыша хотя бы даже ниже уровня окна и все вот эти вот сложности которые люди себе придумывают даже изначально при помощи тех уважаемых архитекторов очень даже тупых товарищей возникают такие проблемы поэтому если вы хотите построить вот такой вот пристрой к своему дому и хотите сэкономить как можно меньше денег пристроить его крышу к той крыше которая у вас есть вас обязательно ждут проблемы но вы понимаете конечно что если вы будете пристраивать другую крышу к вашему дому чтобы она была немножко покруче это это крыша тоже может не спасти вас потому что это все равно получается крыша с очень слабым уклоном и вам нужно будет покупать хотя бы профнастил более-менее высокого профиля он может стоить почти в два раза или даже в три раза дороже я всем рекомендую эту ситуацию обойти потому что вся любая экономия она приносит потом вред нужно строить по-человечески нужно пристраивать пристраивать крышу к вашему дому совершенно иначе и более как говорится законными методами чтобы крыша была как крыша чтобы никакая вода уже к вам в дом не лезла можно накрыть конечно дом общей крышей уже совершенно новый но в данном случае вы должны понимать что пристрой это часть дома который живет своей отдельной жизнью накрывать общей крышей нельзя и просто-напросто запрещается поэтому если у вас крыша сориентирована в одну сторону то крыша пристроя должна находиться отдельно независимо на совершенно отдельном каркасе не связанном обрешеткой со старой частью дома потому что вы будете слышать постоянно звуки осадки у вас будет там хрустеть трещать вы по ночам будете думать что у вас там по крыше черти бегают но также не он нельзя забывать что я вам говорил что крыша должна ориентироваться по снегу и в таком случае если у вас зима и прочее то вы должны понимать что в вашем пристроить дверь должна быть ориентирована в ту сторону в какую не будет сходить снег и поэтому если вы заранее не запланировали какую сторону вас будет сходить снег а построите крышу посмотрев видео уважаемого мастера то потом снег сойдет как говорится вам на голову поэтому я еще раз говорю прежде чем начать строить дом вы должны понимать куда же будет какая будет у вас крыша из какого материала и в какую сторону будут смотреть скаты от этого от этой крыши поэтому самое большое заблуждение если вы построите дом ваш дом должен ожидать крышу на стадии просто коробки если с вами никто не работал на эту тему по выбору крыши то вы должны сначала вот у вас есть готовая коробка и вы должны пойти в магазин и решать какую же кровлю какой вид материала кровельного вы должны купить и уже исходя из тех таблиц и норм которые прилагаются обязательно ответственные продавцами и производителями к тому виду кровли который вам по карману в магазине внимание под каждый вид кровли нужно строить тот уклон который написан в инструкции к той кровли которую вы покупаете и вы не сможете подменить один материал другим чтобы получить потом в итоге плоскую крышу которая не подходит для данного вида кровли чтобы потом на вашу голову не текла вода что вы не имели убыток слушайте советы умных людей подписывайтесь на наш видео журнал горячий мастер в описании к этому видео